Сергей много лет занимается речной рыбой. Ловит, вялит. Его цех выдавал до полутора тонн готовой продукции в день. В 2014-м предприниматель хотел построить под Череповцом комплекс для разведения африканских сомиков. Нужно было 30 соток земли, но, говорит, поддержку властей получить не удалось. Но это полбеды. По словам Сергея, его коллегам, тем, кто занимается морской рыбой, сейчас еще сложнее. Со скачком доллара, ну тут буквально, сейчас выживут, я думаю, что единицы. Почему? Потому что закуп в рыбе, даже сельдь, понимаете, сейчас такая цена, что это нереально. Она дороже мяса. Представляете, сколько стоит треска, сколько стоит красная рыба. Ну, килограмм рыбы, 500-700 рублей, это же нереально просто. По городу закрыты или в состоянии ликвидации больше десятка небольших магазинов. Объявления с предложением занять освободившуюся площадь встречаются всюду. В мэрии говорят, что влияет конкуренция, а порой недальновидность бизнесменов, которые пытаются войти в уже занятую нишу. Крупные торговые сети, они, скажем, создают более привлекательные условия для потребителей. Для потребителей это плюс с точки зрения цены товара, качества товара, условия обслуживания. Но для маленьких розничных продавцов такая конкуренция, конечно, негативно сказывается. Помимо жесткой конкуренции, серьезным испытанием для бизнеса являются различного рода проверки. Владельцы фирм жалуются, что их по-прежнему кошмарят, пусть и предупредив о визите заранее. Индивидуальным предпринимателям также приходится нелегко. Снижение количества ИП, которым в основном принадлежат мелкая торговая точка, уже заметили в налоговой. Прослеживается за 2014 год снижение индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 1 января 2014 года у нас состояло 10 440 предпринимателей. По состоянию на 1 января 2015 года 9 950 человек. При этом на 780 выросло количество юридических лиц. Инспекторы говорят, что бизнес так приспосабливается к новым условиям. Индивидуальные предприниматели в случае банкротства рискуют своим личным имуществом, а юрлицы отвечают только уставным капиталом. Если мелкие предприятия в городе под ударом, то для промышленных гигантов сейчас условия благоприятные. В городе расположены крупные промышленные холдинговые структуры с полным циклом производства от сырьевой базы до готовой продукции. И существенная доля в производственной программе по реализации готовой продукции выстроена на экспорт. И за счет курсовой разницы предприятия получают дополнительные средства в рублевом выражении. Профессиональные экономисты смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом. В ближайшее время кризисные явления будут нарастать, но по большому счету падение производства всего остального будет не таким масштабным, как в 2008 году. Составит порядка, по оценкам правительственных чиновников, порядка от 1,5 до 3%, может быть максимум до 5%. В руководстве города заявили, что уже на этой неделе мэр утвердит антикризисный план. Прежде всего он будет направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. Его эффективность можно будет оценить в ближайшее время.